Всем добрый день! Давайте сегодня вместе с вами сделаем что-то наподобие вот такой вот броши. Я хочу сделать сложный такой зонтик, в котором будут букетики из маленьких осенних листиков в сочетании с кристалликами, бусинками. Буду подбирать все по ходу. Это будет такая импровизация на осеннюю тему. И сзади фон будет из осенних листочков. Что еще сделать? У меня как раз был остаток замешанной глины в оранжевых оттенках. И сейчас я просто буду делать, это будет, еще раз хочу сказать, такой фантазийный букетик осенний. Вот вырезала для простоты просто лепесточек, сделала надрезы для листиков. И теперь буду это все доставать и с помощью молдов, которые у меня есть, таких вот два молда, буду делать оттиски. При помощи иглы можно дорисовать недостающие лам прожилки. Так, в следующие лепесточки, что я сделала? Я свой основной цвет, вот этот рыженький такой, разделила еще на пять лепесточков, которые мне нужны. И решил добавить туда оттенки желтого, зеленого и красного, чтобы было проще потом тонировать. И то, что останется, мне еще как раз подойдет для маленьких лепесточков. Так, предварительно у меня получились вот такие вот цвета. Полностью я их вымешивать, как вы понимаете, не буду, чтобы остались все-таки вот эти вот прожилки. И теперь буду вырезать лист так, чтобы смотреть, где мне хочется сохранить какой оттенок. То есть полностью фантазия. И вот, что у меня получилось. Здесь остались остаточки. Пока я их не смешиваю, чтобы не портить прожилки, которые получились для малых листиков. Дальше я приступила к подбору цвета полимерной глины для лепки зонта. Для этого я решила использовать цвета осеннего неба, то есть голубое небо и серые тучи. Теперь, слепив треугольник, выкладываем из него в объеме сложенный зонт. А также лепим края зонта и ремешок. После чего можно собрать из листи уже всю нашу композицию. Далее необходимо подобрать бисер, бусиную фурнитуру для изготовления ручки зонта, его острия. А также сделать фантазийные веточки для декора сердцевины и маленьких букетиков. До предварительного запекания необходимо также затонировать пастелью листья. У меня есть только пастельные карандаши, поэтому я их, как и обычную пастель, крышу ножом. И при помощи кисточки тонирую листочки в тех местах, где бы мне хотелось добавить определенного оценка. Также не забываем, что перед запеканием необходимо убрать всю пластмассовую фурнитуру, чтобы она не расплавилась. То есть достаем ручку, острие и наши бусины. После предварительного запекания необходимо покрыть фирмы лаком листочки только с лица и изнанки. И еще один раз отправить на запекание. Теперь осталось при помощи суперклея закрепить весь наш декор и булавочку с изнанки. И наша осенняя брошь готова. Спасибо за просмотр! Буду рада, если мое видео оказалось для вас интересным и полезным. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok